Премьер-министр страны обещал поддержать Красноярск в заявочной кампании на право проведения универсиады 2019. Кроме того, Дмитрий Медведев лично приедет в Красноярск и посмотрит на спортивные объекты. А оценить ему будет, что помимо уже построенных, к концу года в краевом центре появится еще крытый каток с искусственным льдом и дворец спорта «Сокол». Подробности в репортаже далее. Рабочие трудятся вовсе, устроят здание катка. Оно будет сложной формы из двух блоков. Каким получится крытый каток с искусственным льдом в Октябрьском районе, горожане смогут увидеть уже в декабре. Строители обещают к этому времени закончить. Здесь все будет для удобства спортсменов. Раздевалки, кафе, несколько залов, в том числе и для хореографии. Объект очень, наверное, долгожданный и он очень нужный для нашего города. В частности, вот именно для фигурного катания. Наконец-то фигурное катание получит свой родной дом. Как строится объект, лично контролируют первые лица города и края. Подисмотрим лифт для передвижения. То есть для маломобильных. Да, обязательно. Помимо крытого катка, до конца года в городе откроется еще и дворец спорта «Сокол» после глобальной реконструкции. Напомним, его закрыли два года назад. Совсем скоро здесь будут заниматься как юные красноярцы, так и те, кто постарше. А кроме того, встанут на лед и простые жители. Таким образом, несколько сотен красноярцев выберет здоровый образ жизни. Но эти два объекта еще не все. В городе построят в ближайшие годы несколько бассейнов. Мы будем в год реконструировать, создавать новые по 100 спортивных площадок. Это площадки, которые будут создаваться во дворах многоквартирных домов, на школьных дворах. Вы знаете, что в этом году целый ряд школьных дворов мы подготовили для того, чтобы они стали общедоступными. Не только для занятий школьников в течение учебных занятий, а это должны быть открытые, доступные спортивные площадки, которые доступны всем горожанам. Не только в столице края строятся спортивные объекты. В Норильске, Шарыпово, Канске, Ресосибирске и других городах тоже. Если жители Красноярья массово начнут заниматься спортом, это будет хороший шаг к тому, чтобы универсиада в 2019 году прошла именно в нашем крае. Ведь большое количество любителей спорта, плюс новые объекты, да поддержка первых лиц страны даст нужный результат. Вопрос по универсиаде также я поднял с точки зрения необходимости поддержки первых лиц государства. Дмитрий Анатольевич подтвердил, что он лично будет поддерживать Красноярский край. Обещал в рамках своего визита, который будет посетить в том числе и спортивные объекты, лично посмотреть на ту инфраструктуру, которая есть. А показать Красноярску уже есть, что эти два объекта в разных концах города, плюс уже построенный, например, арена Север, академия биатлона, крытый каток Первомайский. Все это привлекает и еще привлечет в спорт тысячи горожан. Ирина Алиева, Константин Смородников, Краевой телеканал Ениси-Регион.